Всем привет! С вами художник и преподаватель онлайн-школы NY School Наталья Юршина. И сегодня я вам расскажу о пяти самых больших арт-галереях мира. А вы можете себе представить 20 тысяч квадратных метров, отведенных под выставку произведений искусства? Может показаться чем-то нереальным, но такие арт-галереи действительно существуют, и о пяти из них вы сейчас узнаете. Смотри это видео до конца, чтобы узнать, какая из арт-галерей носит титул самой большой в мире. И чтобы не пропустить следующее видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А перед тем, как мы начнем, напишите в комментариях, насколько внимательно вы смотрите на картины в галереях и видели ли вы что-то необычное. А теперь давайте начинать. И первое место в сегодняшнем списке занимает галерея Виктории Миру. В 1985 году Виктория Марион Миру открыла свою первую арт-галерею в Лондоне. В 2000 году она в этом же городе переехала в помещение чуть-чуть попросторней. И по сей день эта галерея является ее главным офисом. В 2013 году в Лондоне также была открыта вторая арт-галерея, за которой последовало открытие третьей в Италии, в Венеции. Как и сама Виктория Миру, ее галереи пользуются большим уважением в Лондоне и в Италии. На данный момент площадь всех галерей составляет более 600 квадратных метров и насчитывает более 50 сотрудников. На протяжении многих лет в галереях Виктории Миру выставляются современные звезды искусства. И мы говорим не только о таких известных художниках, как Шанталь Джоффе или Крис Офил, но и о художниках из разных стран мира, таких как Джедека Кросби, Тал Ар, Элис Нил или Идрис Хан. Этот впечатляющий список художников занимает пятое место в нашем сегодняшнем списке. Ну а четвертое место достается галерея с именем Перотен. Галерея носит имя своего создателя Эммануэля Перотена, который в 1990 году открыл свою первую галерею в Париже. На момент открытия первой галереи ему было всего лишь 21 год. И хочу вам сказать, что свою десятую галерею он открыл уже спустя 10 лет. Целых 5 галерей находятся в Париже, также есть галереи в Нью-Йорке, Гонконге, Шанхае, Токио и Сеуле. Общая выставочная площадь занимает более 7500 квадратных метров, а штат персонала более 100 человек. Галереи Перотена принимают таких известных художников, как Маурицо Каталан, Вим Дель Воа, Такаши Мураками, Пьер Сулаж, Клэр Табуре и многих других. Галерея участвует ежегодно в более чем 20 художественных ярмарках, тем самым поднимает свою значимость. Так, галерея Перотена является одной из самых крупных в мире и занимает почетное четвертое место в нашем списке. Ну что ж, тройку финалистов сегодня открывает Белый Куб. В 1993 году владелец галереи Джей Джоплинг открыл малюсенькое арт-пространство в Лондоне. И сейчас, спустя 30 лет, галереи находятся в таких крупных городах, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и Гонконг. Белый Куб получил национальное и международное признание, став одной из первых галерей, выставляющих молодых британских художников. Сегодня в этой галерее представлены такие известные художники, как Дэмион Хёрст, Эллен Альтфест, Георг Базлиц и Гилберт и Джордж. Белый Куб занимает площадь более 10 тысяч квадратных метров выставочного пространства и находится на третьем месте в нашем списке. Мы продолжаем двигаться вперед и подходим ко второму месту нашего списка. На втором месте находится Пейс Галери. Галерея Пейс основана в 1960 году Арне Глимчером в Бостоне. На данный момент галерея руководит сын основателя Марк Глимчер. Галерея занимает более 15 тысяч квадратных метров выставочного пространства и насчитывает более 150 сотрудников. В галерее выставлены одни из лучших художников современности, такие как Чак Клоус, Нейджел Кук, Джефф Кунс, Агнес Мартин и многие другие. Так галерея Пейс занимает почетное второе место в нашем списке. Ну что ж, пришло время узнать, какая же галерея самая крупная в мире и занимает первое место в нашем списке. Готовы? Первое место достается галереи Гагасян. В 1980 году Ларри Гагасян основал свою галерею в Лос-Анджелесе. Сегодня галерея насчитывает 17 филиалов, занимает более 20 тысяч квадратных метров выставочной площади и насчитывает более 300 сотрудников. Она, несомненно, является ведущей галереей, и она же была первой галереей собственным издательством. У них есть ежеквартальный журнал Гагасяна, онлайн-статьи и многие другие интересные программы. А еще более впечатляющим является список художников, с которыми галерея сотрудничает. Тут вам и Георг Базилиц, и Герхард Рихтер, и Джон Карин, и Ричард Принц. Выставки этих и других художников приводят не только к большим продажам, но и к огромному потоку посетителей. Итак, теперь вы знаете, что на сегодняшний день крупнейшей арт-галереей в мире становится галерея Гагасяна. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь им со своими друзьями, чтобы они тоже узнали о самых больших арт-галереях в мире. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в какой из галереи вы бы хотели побывать. С вами была Наталья Юршина. Ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики о творчестве. Если вам хочется узнать больше об искусстве, о техниках рисования и получить больше практических навыков, то я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс. По ссылке в описании вы можете все узнать об актуальных мастер-классах. Обязательно записывайтесь, я буду вас ждать. До встречи в следующих видео и пока! Субтитры сделал DimaTorzok